В Углегорске пытаются восстановить водоснабжение. Работают коммунальщики и сами жильцы домов. Пока подключить удалось не больше четверти высоток. Почему не получается подать воду на весь город, расскажут наши корреспонденты. А теперь, знаешь, может плёночка, вот эта обмотка для постраховки. Жители Углегорска самостоятельно латают в подвале пятиэтажки трубу. Её повредили осколки снарядов и морозы. Материалы для ремонта люди покупали за свои деньги. Вода есть, но только надо делать. Свой дом я сделаю. Бегу ещё за сверлом, вылез с подвала. Воду в Углегорск подали почти сразу после прекращения боёв. Но в квартиры она не доходит. В домах повреждены коммуникации. Мы восстановили всё это в течение приблизительно недели. И большие магистрали устранились, повреждения на больших магистралях, и на водопроводных разводящих сетей по городу Углегорску. Но на данный момент сейчас проблемы какие есть. Все многоэтажные дома, система разморожена. Из-за мороза трубы провались и в квартирах горожан. После обстрела почти все окна в домах остались без стёкл. Из строя вышли системы отопления, водопровод и канализация. Из 83 многоэтажек в Углегорске коммунальщикам удалось подключить только 20. Где хомуты ставим, где сварку ставим, где люди помогают, покупают трубы сами. По стоякам многие люди не живут. Кто возвращается, или мы перекрываем, потому что течёт сверху вода. И запускаем стояки, в которые люди живут. Проверяем. В Углегорск стали возвращаться люди, и коммунальщики теперь могут попасть в закрытые квартиры. Однако, чтобы полностью возобновить водоснабжение Углегорска, ремонтным бригадам нужен доступ во все квартиры. На это может уйти несколько месяцев.